Так, ну, наконец-то вроде бы все работает. Так, ну, всем привет, и сейчас у нас будет доклад про серверы и андроид-устройства. Так, ну и начнем с введения некоторого. Значит, расскажу небольшую предысторию, почему вообще так получилось, что я решил сделать сервер из андроид-устройств, вот, и почему андроид-устройство стоит выбирать в качестве серверов. Ну, если заглянуть в прошлое, вообще, первым моим сервером это был простой компьютер, старая модель. Это был Celeron с частотой 400 МГц памяти, там было, если я не ошибаюсь, 96 МБ. Вот, и использовался этот сервер в основном для всяких разных непонятных домашних задач. Ну, таких, например, как круглосуточное скачивание Linux-образов. Ну, тогда интернет еще в те дни был не очень высокоскоростной, поэтому приходилось что-то придумывать. Ну, вообще, суть, в принципе, не в этом. На тот момент это был, в принципе, неплохой выбор, обычный компьютер в качестве сервера, потому что это было дешево и, скажем так, и сердито. Ну, и, конечно, были минусы свои. У такого подхода, ну, во-первых, обычный компьютер, он не рассчитан на круглосуточную работу, поэтому он периодически ломается. Ну, ломается чаще всего в плане того, что там начинаются проблемы с файловой системой. Вот. И, конечно же, энергопотребление у такого сервера оставляет желать лучшего. Что еще? Следующим, в принципе, возможным вариантом, пожалуй, является обычный сервер. Ну, в том или ином виде, это не обязательно. В модульном исполнении это может быть обычный в виде Тауэра сервер. И, в принципе, как бы, с одной стороны, все хорошо, и те минусы, которые присущи обычному компьютеру, отпадают. Ну, так как, во-первых, изначально сервер рассчитан на круглосуточную работу, вот, он оптимизирован для серверных задач, и вроде бы все хорошо, но на самом деле нет. Потому что, во-первых, стандартные серверы, вне зависимости от форм-фактора, они скорее предназначены для промышленного использования, и поэтому чаще всего они очень шумные. Ну, и кроме этого, вообще для обеспечения бесперебойной работы сервера приходится чаще всего докупать какой-нибудь УПС, желательно помощнее, на всякий случай. И самое главное, обычный сервер, как и обычный компьютер, ну, даже пусть это будет ноутбук, его, на мой взгляд, его не очень удобно брать с собой, потому что, ну, во-первых, для ноутбука надо сумка, ну, в случае сервера и обычного компьютера это вообще, надо, как минимум, много свободного места в багажнике автомобиля. Вот, в итоге, так как мне часто приходится что-то показывать где-то не дома, в командировках, на встречах и всяких прочих мероприятиях, я решил попробовать сделать сервер из Android-устройств. Причем попробовал я сделать это не только из смартфона и планшета, но также успел попробовать сделать даже это из смарт-часов, которые на базе Android Wear. В итоге оказалось, что, в принципе, у этих всех устройств, которые, в принципе, относятся к разным классам, ну, я имею в виду смарт-часы, планшеты и смартфоны, есть тоже свои плюсы и минусы. Ну, вообще, в целом, я бы сказал, на мой взгляд, Android-устройство это практически, если бы такое показать где-то лет 20 назад, то, я думаю, все бы сказали, что это мечта, потому что все в одном. И многоядерный процессор, и достаточный, в принципе, для большинства серверных задач объем оперативной памяти. И уже сразу встроенный, так скажем, УПС, потому что внутри них уже есть аккумулятор, который будет держать достаточно долго на уровне тех же УПСов, которые предназначены для декстопов и для серверов по времени. Вот, ну, перейдем, наверное, к конкретике. Так, что у нас тут с презентацией? Ага, что-то она не хочет. Нет, так тут дело в том, что тут должен был быть слайд с картинкой. Ну, ладно, пропустим его. Значит, перейдем тогда к следующей теме. Что нам нужно в первую очередь для того, чтобы превратить Android-устройство в сервер? Для этого нам понадобится, во-первых, OTG-переходник. И, естественно, чтобы этот OTG-переходник работал, Android-устройство должно поддерживать работу microUSB-порта в качестве хоста. Вот, иначе работать не будет. Ну, естественно, нам, если мы хотим выполнять некие серверные задачи, такие, например, как раздача веб-страниц или сделать какой-нибудь сервер баз данных, у которого будет внешний доступ из интернета, нам, естественно, понадобится некий роутер. Ну, и, кроме этого, возможно, еще понадобится сетевая карта. Но тут все, скажем так, зависит от того, как именно мы будем применять устройство. Делать это можно по-разному. Ну, например, если, допустим, мы будем делать некий веб-сервер и хотим обойтись, скажем так, с минимальными затратами по времени в плане настройки, то, в принципе, все заработает на обычном смартфоне, в котором есть и сим-карта с привязанным статическим IP-адресом. Вот. Если же мы хотим, допустим, сделать это в виде неких каких-то корпоративных сервисов, ну, например, у нас там будет несколько серверов, они будут работать на разных портах, то нам понадобится, скорее всего, сетевая карта. Сетевая карта, скорее всего, будет Ethernet, ну, потому что в корпоративной среде Wi-Fi, использование Wi-Fi-соединения не приветствуется по причинам безопасности. Ну, обычно считается, что это не секьюрно, поэтому это обычно делается только для каких-то внутренних задач, причем где не нужно обеспечивать безопасность данных. Так. Что-то у нас с презентацией совсем все плохо. Так, надо, наверное, что-то попробовать сделать. Сейчас, одну секунду. Ага, так. Ну, ладно, дальше вроде все нормально пойдет, поэтому просто перейдем к следующему слайду. Следующим этапом у нас будет настройка сети. Вот. Я уже только что начал вкратце рассказывать по поводу этого. И поэтому продолжим. Ну, значит, большая часть Android-устройств, в принципе, уже имеет встроенную сетевую карту Wi-Fi, поэтому, в принципе, если будете использовать Android-устройство в качестве некого домашнего сервера или просто личного, то Wi-Fi соединения будет вполне достаточно. Если же нет, то придется тогда подключить сетевую карту через OTG-переходник. Сетевая карта будет, скорее всего, в USB-варианте, хотя некоторые планшеты уже имеют Ethernet-карту. Но это сейчас, к сожалению, в последнее время это почему-то редкость. Вот. Я лично использую обычно через переходник. Значит, чтобы ее настроить, есть два возможных варианта. Либо это придется поправить конфигурационные файлы сети Android-а вручную. Но это сделать не очень просто, потому что чаще всего для этого придется сделать Android-девайс рутованным. Вот. Либо же есть второй вариант, он более удобный, на мой взгляд. Это скачать из PlayMarket какую-нибудь специальную прилагу, в которой уже это можно, в принципе, сделать. Ну, то есть, выбрать сетевую карту и пописать для нее вручную IP-адрес и все остальные настройки. Ну, и если мы уже берем сервер по Ethernet, то, естественно, нам надо будет в случае того же веб-сервера или сервера баз данных для того, чтобы открыть доступ во внешнюю сеть, ну, то есть в интернет, нам надо было прописать на роутере виртуальные хосты. Итак, ну, это было введение. Перейдем ко второй части. Во второй части я расскажу немного о том, какой софт лучше выбрать для Android-устройств, которые будут использоваться в качестве серверов. Ну, если брать веб-сервер, то тут у нас, в принципе, может быть достаточно большое количество вариантов, потому что сейчас мир open-source предлагает веб-серверы практически на любой вкус и цвет. Что важно при выборе сервера? Ну, естественно, надо сначала оценить возможности того Android-устройства, которое будет работать в качестве сервера. Если это будет некое старое устройство, ну, которое будет использоваться в качестве сервера только по причине того, что оно уже утратило свою актуальность и больше уже не нужно в качестве, скажем так, смартфона или планшета, то это лучше брать что-нибудь такое легкое. Ну, вот, например, Lite-HTTPD вполне подойдет. Если же устройство достаточно мощное и на нем предполагаются какие-то высоко нагруженные задачи, тут уже, конечно, надо выбирать в зависимости от того, что там будет работать на веб-сервере. В любом случае, на мой взгляд, с точки зрения установки, в принципе, разницы особой не будет. Весь вопрос просто в том, какие технологии понадобятся потом, и, естественно, будет разница проявляться при конфигурировании в дальнейшем. Так, ну, с базами данных, по сути, то же самое. Все зависит от того, что хотите вы. Если, допустим, это будет какой-то стандартный веб-сайт с какой-нибудь CMS, то тут чаще всего используется MySQL. Если это будет что-то другое, какой-то специфический веб-сервис, то тут уже надо смотреть, исходя из технической спецификации. Так, ну и, конечно, чаще всего, если это будет веб-сервер с базой данных, то там не помешают админские тулы. Ну, я написал phpMyAdmin, потому что это, пожалуй, наверное, самый известный из них. Но, по сути, для каждой из UBD есть аналогичные штуки. Например, для Firebird и для Postgre я точно находил, и ими даже пытался пользоваться. Так, перейдем к следующей части. Как нам теперь это все установить? На наше Android-устройство. Тут есть, получается, три разных пути. Как я уже написал на этом слайде, есть легкие, сложные и есть что-то среднее. Начнем с легкого. Легкий путь представляет собой установку приложения из Play Market, которое уже содержит внутри себя набор open-source компонентов, который нужен именно нам. Последний раз, когда я заходил в Play Market и смотрел, что же там есть, там, в принципе, есть все. В общем, там есть приложение на любой вкус и цвет с различными веб-серверами, с различными базами данных внутри, даже с различным набором админских тулов. Лично я пользуюсь вот этим вот приложением, когда мне очень срочно надо что-то сделать. Называется, как видите, это Palapa Web Server. Оно содержит внутри себя веб-сервер Lite-Httpd, содержит базу данных MySQL и содержит несколько админских тулов. В принципе, если вы не особо разбираетесь, как в Android, ну и как там, что внутри работает, то это неплохой вариант, но есть и минусы. Главный минус — это, как вы можете видеть внизу этого слайда, большая часть этих приложений показывает рекламу. То есть она, короче, расходует трафик и, соответственно, будет вам показывать это круглосуточно. Тут, например, на слайде реклама Яндекса внизу. Вторым основным недостатком является то, что там будут внутри компоненты только тех версий, которые добавили разработчики этого приложения. И, соответственно, обновляться они будут не очень часто, и это нехорошо для безопасности, так как вам придется в случае обнаружения каких-нибудь уязвимостей внутри веб-сервера или внутри базы данных, придется ждать, пока разработчики именно этого Android-приложения решат, что пора бы вот уже обновить наши компоненты внутри и отправить новую версию приложения в Google Play. Скажу честно, это происходит нечасто, и обновляются такие приложения тоже нечасто, поэтому по причинам безопасности я бы не рекомендовал это использовать для каких-то серьезных вещей. Ну и кроме того, большая часть этих приложений, она все-таки платная. Ну, получается, там даже у некоторых приложений, которые условно бесплатно и показывают рекламу, там за дополнительные функции все равно вам придется платить, потому что придется устанавливать про-версию, чтобы можно было более-менее нормально пользоваться. Так, ну это был первый способ, самый легкий, но, как вы могли уже понять, не самый лучший. Так, это способ второй, который я называю что-то среднее. По сути, этот способ представляет собой установку внутри Android отдельной копии Linux. Ну, например, в данном случае показано, что здесь установлен Debian. Вот, и установлен он здесь при помощи Android-приложения GNU Root. Вот, в целом такой подход чуть-чуть сложнее, чем предыдущий. И сложнее он за счет того, что надо, во-первых, разбираться в том, как работает, ну, к примеру, Debian, хотя там не только Debian можно установить при помощи GNU Root. И второй недостаток данного способа — это то, что он очень сильно нагружает Android-устройство. По сути, там работают две системы параллельно, и оно очень грузит. У меня с этим, скажем так, способом связаны не очень хорошие воспоминания, потому что были проблемы. Проблемы какого плана? После установки вот такой вот Debian системы сначала планшет начал медленно работать и тормозить. После этого, где-то через некоторое время, он еще начал постоянно сам перезагружаться, оптимизируя приложение. Ну, так как, соответственно, происходил детект того, что устройство работает медленно, и оно пыталось само себя заоптимизировать, чтобы работать быстрее. У устройства это, конечно, не получилось. В итоге не помогла даже деинсталляция этого приложения GNU Root. Помог только сбросы на заводские настройки с потерей, скажем так, всех других установленных приложений. И только после этого все наконец-то заработало. Поэтому этот способ я не могу рекомендовать, к сожалению. Хотя вполне возможно, что на самых топовых устройствах, где достаточно большое количество оперативной памяти, большое количество ядер, возможно, вы этого не заметите. Перейдем к следующему способу. И следующий способ, это, скажем так, уже настоящий Linux Way, это компиляция нужных компонентов из исходных кодов и, возможно, в последующем создание своего Android-приложения. Ну, по сути, упаковка в АПК. На этом слайде у нас показана общая схема, как это все работает. Значит, как можно видеть из схемы, в Android тоже есть компиляторы. По сути, процесс точно такой же, как и в обычной Linux-системе. Мы скачиваем исходные коды нужного нам компонента, потом смотрим, что там требуется по зависимостям, какие дополнительные библиотеки и компоненты, и потом при помощи команды make мы делаем сборку нужного нам компонента из исходных кодов. Есть, правда, некоторые нюансы. Первый нюанс — это то, что, короче, сборка обычно проходит не внутри Android-устройства, то есть не прямо на консоре Android-устройства, обычно она проходит на компьютере девелопера, то есть там, где установлены все необходимые инструменты разработчика для Android. И еще один важный момент. Получается, там из-за особенностей самой Android-системы, чтобы собрать, допустим, тот же APK-пакет, там само приложение будет откомпилировано в специальный код, а остальные другие дополнительные компоненты будут тоже упакованы, но уже отдельно. Ну и, соответственно, все это потом вместе соберется в APK-пакет. В принципе, процесс очень похож на сборку и компиляцию из исходных кодов внутри Linux. А с особенностями можно познакомиться в интернете. Там, допустим, на той же HAPRI, там достаточно статей, да и на YouTube тоже есть пару видеороликов, правда, они на английском языке. Ну, если захотите углубиться в этот способ, то, я думаю, это будет не проблема. Вот. Что нам нужно вообще для того, чтобы собрать из исходных кодов, например, веб-сервер? Ну, включение режима разработчика обычно требуется, а вот рутования, в принципе, устройства в последнее время уже нет, потому что сейчас очень много инструментов, которые облегчают эту задачу, и, в принципе, уже не надо производить никакого взлома устройства, чтобы получить право рута, как это было раньше, когда только всякие такие вещи появлялись. Вот. Что у нас используется для компиляции? Раньше, ну, где-то года два назад, в принципе, даже, наверное, три, нам надо было скачивать всякие разные инструменты, ну, например, вот Eclipse, CDT, Android SDK, NDK и прочие компоненты. Вот. Сейчас это все делать не надо, потому что у нас есть Android Studio, вот, и она автоматически все, что после установки ее, например, на Debian, она все, что нужно в процессе вам предложит скачать сама. По сути, процесс упростился очень даже сильно и стал гораздо легче. Если раньше где-то настройка занимала всех этих компонентов между собой дня два-три, то сейчас это все делается буквально за минут 15, ну, максимум за 30. Так, ну, и полезные ресурсы про весь этот нелегкий процесс. Тут я сделал пару ссылок на Хабру. Вверху данного слайда статьи про то, как компилируются C и C++ приложения под Android. Там с примерами, короче. Вот. А так как большинство open-source приложений, они все-таки на C++, эти статьи очень пригодятся. Ну, и внизу я написал пару ссылок про то, как это все потом после компиляции проверить. Я лично это обычно делаю на эмуляторе Android x86. Он работает у меня внутри VirtualBox. Вот. И, соответственно, для проверки Android Studio у меня настроен именно на этот эмулятор первоначально. Потом уже, в принципе, если это заработало там, уже не проблема перекинуть сам APK-пакет на готовые Android-устройства. Так, ну и четвертая часть. Так, постараюсь в двух словах рассказать, что тут получается. Ну, главный вопрос, что с этим всем делать? Ну, естественно, как я уже и говорил, надо, чтобы проверить веб-сервер, надо открыть доступ на внешку. Вот это в моем маршрутизаторе так создан виртуал сервер. Ну, это я для примера создал запись. Потом, кроме этого, надо посмотреть, что вообще произошло. Ну, то есть работает веб-сервер или нет. И это делается стандартно. В том числе можно сделать это через браузер. Вот, как тут, например. Это вот веб-админка Palapa Web Studio, открытая в Android-браузере. Так, ну и самое главное потом проверить, не тормозит ли все и будет ли оно хорошо работать. Потому что, как я уже говорил, часто бывает, что что-то идет не так. Ну, для этого существует в Play Market очень много разных системных мониторов. Вот я тут только три первых попавшихся показал. И они показывают, какое приложение загружает на систему. Вот. И если мы обнаружили, что это что-то из наших свежесозданных компонентов, то тут ничего необычного нет. Все просто. Делается это точно так же, как на обычном сервере Linux. Заходим в конфиг нашего компонента и выставляем, например, лимиты для памяти, лимиты для количества процессов и тому подобные вещи. Вот это, например, пример конфигурации PHP. Ну и последнее. Раньше, когда были стандартные модульные серверы, было принято делать так, что они все загружались в серверные стойки или серверные шкафы. Вот эта вот вещь, это, короче, аналог серверной стойки для Android-устройств. Вот. В принципе, в нее помещается до семи маленьких Android-серверов, и они, в принципе, все работают через Wi-Fi-маршрутизатор. Так, ну, эта штука у меня с собой, поэтому, кому будет интересно, я после доклада могу показать, что это такое. Ну и заканчиваем. Главный вопрос, что это было вообще такое. В общем, это был доклад превращения Android-устройств в мобильные серверы при помощи POS. Вот. Зовут меня Виталий, и на всякий случай вот мой e-mail. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Вопросы? Замечательно. Сейчас мы передадим микрофон Денису Пынькину, он что-то спросит. Я прошу прощения, я не спросить. Я скорее покритиковать то, что... Фразу, что не рекомендуется использование чрута и прочего. Как человек, который почти два года сидел на планшете с работающим чрутом, причем просто сделал Linux-деплой и самостоятельно, ну, как фанат альта, я туда альт поставил, да, я не заметил ни одной из ваших проблем, поэтому либо использовать не ту ту лзу для чрута, которую вы использовали для создания дебина, либо не использовать дебина, я не знаю, что из них у вас глючило, либо настроить их корректно, но никаких проблем это не составляет. Еще раз повторяю, я как пользователь два года я сидел вот в таком режиме на планшете. Просто с SSH ходил туда и работал, как на обычном Linux-дископе. Хорошо, а какая конфигурация планшета? Так, на всякий случай спрошу. Сначала Nexus 7, это 1 гигабайт, вторая конфигурация, которая основная стала, там 2 гигабайта, TF701, Asus. Ага, ну тогда, в принципе, все понятно. У меня дело в том, что эти проблемы, которые я рассказал, они были на планшете довольно старой модели, ну как, ему уже где-то лет 5. Там стоит одноядерный процессор на 500 МГц, соответственно, памяти там 256 оперативной. И обычно проблемы именно на таких старых устройствах. А почему я вообще про это сказал? Потому что я лично предпочитаю в качестве серверов использовать те устройства, которые уже стали не нужны. А так, в принципе, в целом, я пробовал на планшете с 4-ядерным процессором, на котором гигабайт оперативной памяти. В принципе, да, там ничего не подтормаживает, поэтому я тоже об этом скользко упомянул. И в принципе, да, если это удобно, то можно пользоваться этим. Но тут надо, как его, иметь навыки по работе в том же дебе или в чем-то другом. Я просто еще раз акцентирую внимание. Я использовал даже не как сервер, я использовал как полноценную рабочую станцию, при необходимости пробрасывая графические приложения Linux в X-сервер, который запущен на самом планшете. Да, конечно, я понимаю, о чем речь. У меня еще один такой вопрос. В самом начале доклада была вещь, что в корпоративных условиях не используется Wi-Fi по причине безопасности, в принципе, понятным. То есть, получается, через OTG используется Ethernet-карточка. Вопрос, как это выглядит в реальной жизни? Потому что время жизни, особенно старого устройства, ну, это может час. Значит, как его? Очень правильный и верный вопрос. Ну, тут, к сожалению, сейчас из-за технических проблем там не показал. На одном из слайдов там была фотография. Сейчас я попробую, может быть, как-то мы его откроем все-таки. Сейчас, одну секунду. Так. Так, ну, что-то тут не показывает. Ну, ладно, я тогда расскажу, как это вообще устроено. На самом деле все просто. Если в случае смартфона это действительно представляет проблему, так как там зарядка идет через micro-USB-порт, то у меня во всех моделях планшета есть отдельный, короче, блок питания, в который вставляется совсем другой разъем, и можно, короче, тогда круглосуточно использовать. Насколько вообще сейчас эта тема актуальна, учитывая то, что можно взять какую-нибудь железку, с которой не нужно проводить все эти фокусы? Ну, значит, как его? Актуально это в следующих ситуациях. Ну, во-первых, когда нужна энергоэффективность, так как эти андроид-устройства потребляют очень мало. И второе, когда нужна мобильность, когда это, допустим, сервер нужен всегда под рукой. То есть его, грубо говоря, закинул в карман и повез, и можешь показывать где угодно. Вот как-то так. Не страшно, что его стащить точно так же? Можно сделать копию перед тем, как увозишь. И там другие есть способы. Но это уже отдельная тема. Большое спасибо еще раз закладчикам.